В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном на улице Школьной продолжаются работы по расширению проезжей части. В настоящее время мы видим, что идет уширение автомобильной дороги по улице Школьная. Очередную встречу с жителями провел депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Я очень рад, что у нас с Алексеем Петровичем очень хороший такой рабочий контакт. Телеканал Видное ТВ принял участие в 24-м открытом фестивале телекомпании Подмосковья «Братина». Побывав в столь интересном месте, мы не могли отказать себе в удовольствие посетить музей игрушек. В начале октября в Видном на улице Школьной начались работы по расширению проезжей части. Масштабная реконструкция затронет и кольцевую развязку улиц Школьной и Советской. Как долго автолюбителям придется терпеть неудобства и как изменятся эти участки дорог, расскажет Максим Козлов. Реконструкция Школьной улицы, о необходимости которой все время говорили жители, депутаты и руководство муниципалитета, началась. И если здесь уже вовсю работает строительная техника, на перекрестке Школьной и Советской заканчиваются предварительные работы. «В настоящее время мы видим, что идет уширение автомобильной дороги по улице Школьная в правую сторону. И дальше уже будем приступать непосредственно к данному круговому движению, добавлять еще одну полосу, которая будет уходить направо на улицу Школьная вверх, и на улицу Советская тоже еще одна полоса добавится». Таким образом, планируется существенно разгрузить этот участок дороги. Главные сложности, с которыми сталкивается подрядная организация – наличие большого количества различных коммуникаций. За долгие годы в эту землю зарыто множество важных труб и проводов, которые ни в коем случае нельзя повредить. Мачты уличного освещения пока еще находятся на прежнем месте, но их тоже будут убирать, причем процесс этот довольно трудоемкий. Сначала рядом поставят новые мачты, по ним проведут всю необходимую коммуникацию, затем со старой коммуникацией на новую переключат электричество, и только после этого старые мачты демонтируют. Заседания рабочей группы по реконструкции с участием депутатов, представителей администрации муниципалитета, подрядчиков работ проходят ежедневно. На них, как принимаются оперативные решения по той или иной возникшей проблеме, так и рассматриваются различные варианты организации дорожного движения на улице Школьной. Посмотреть, как работает светофор, то есть делать, например, зеленую волну по улице Школьной, чтобы все светофоры горели зеленым. Да, чтобы машины быстрее проходили. Да, чтобы машины не задерживались, быстрее проходили. Контролируют работы представители депутатского корпуса и администрации муниципалитета и на месте. На Школьной трудится сразу несколько бригад. Одни занимаются опиловкой деревьев, другие непосредственно увеличением дорожного полотна, третьи готовят коммуникации к переносу. Правда, работы приходится часто останавливать. Транспорт очень много, все спешат, все торопятся. Приходится подождать, пока эти пробки, часы, приходится не работать, часы пик. Но и когда работы ведутся, проблем у автолюбителей хватает. Стоит отметить отсутствие организации временных полос, из-за чего водителям приходится, по сути, выезжать навстречку. Жителям хочется обратиться, в первую очередь, с просьбой о понимании, что ситуация будет достаточно непростая, так как этот транспортный узел очень загружен, особенно в вечерней часы. Поэтому, друзья, давайте потерпим. Все вместе, мы все автовладельцы, все передвигаемся. И до конца года постараемся как-то не ругаться особо, переждать эту ситуацию. И в новом году уже поедем по новой дороге. Действительно терпеть такое положение дел недолго. По словам представителей подрядчика, на этом участке работы планируется закончить до 10 ноября. И плотнее заняться еще одним кольцом на перекрестке проспекта Ленинского комсомола, Березовой и Советской. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. К нему обращаются с самыми разными вопросами и просьбами. Провести в частный дом ГАЗ, издать историческую книгу, поспособствовать созданию пожарной части опорного пункта полиции в новом микрорайоне. Очередную встречу с жителями в своей приемной в Видном провел депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Подробнее в нашем следующем сюжете. К депутату Государственной Думы Вячеслава Фетисова в его общественную приемную на школьной 24А приходят люди с самыми разными вопросами и просьбами. А чтобы многие из них можно было решить быстро, присутствует и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. К примеру, жительницы деревни Мамонова, которые пришли с просьбой включить их частные дома в региональную программу развития газификации Московской области до 2025 года, именно здесь узнали, что ждать газификации им осталось недолго. На третьей странице проекта смертный есть, не пустя в следующем году, а потом монтаж. Я очень рад, что у нас с Алексеем Петровичем очень хороший такой рабочий контакт. И вот даже одна из трех сегодня, одна из трех тем, которая была заявлена, была решена, люди ушли довольные. Андрей Лысак и Роза Бекаева из рабочего поселка Дрожино пришли сразу с несколькими проблемами. Отсутствие пожарной части и ОВД, а также общественного транспорта с регулируемым тарифом. Особенно жителей беспокоит криминогенная обстановка на территории жилых комплексов «Бутово-парк-2» и «Восточная Бутова». У нас видеоматериала для полиции прям предостаточно. Я не буду сейчас рассказывать про кражу велосипедов, про какие-то мелкие бытовые ссоры, которые там сплошь и рядом. Я говорю про такие вещи, где действительно есть угроза жизни и здоровью людям. Вячеслав Фетисов пообещал направить соответствующие инстанции депутатские запросы о включении строительства опорного пункта полиции и пожарной части в поселке в государственную программу «Безопасность Подмосковья». А глава округа добавил, что вопрос с общественным транспортом будет решен уже в следующем году. Мы постараемся сейчас тогда после вашего обращения забрать письменные ответственные транспорта, чтобы вам уже какую-то бумагу, которая будет подтверждена. А вот о проблеме, с которой обратились депутату Вероника Пугачёва и Борис Бортников, телеканал «Видное ТВ» уже рассказывал в июне этого года. В Расторгуевской части Видного незаконно засыпал строительным мусором часть русла монастырского пруда собственник земельного участка, находящегося рядом. Они стали и дорогу прокладывать вокруг монастырского пруда. Жители встали на защиту водоема и обратились в прокуратуру. Та установила нарушение – есть. Ордер на земельные работы администрация округа у собственника отозвала. Люди встали, остановили процесс, поменяли решение. И, конечно, это не может не радовать, с одной стороны, с другой. В общем, нужно разобраться, кто это разрешение дал. Мне кажется, наказать, чтобы было неповадно. Чтобы ликвидировать последствия, Вячеслав Фетисов предложил организовать там субботник. Этот, а также другие вопросы, озвученные на приеме, он взял под свой депутатский контроль. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Десятки новых парковочных мест в скором времени появятся у дома номер 2 по улице Ольховой. Благоустройство находится в завершающей стадии. О причинах реконструкции и ее конечном результате расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Ольховая 2 – дом в самом начале 6-го микрорайона. Мимо него происходит въезд в район, поэтому полноценная широкая проезжая часть так необходима. Проезд затрудняют припаркованные автомобили жильцов. Здесь даже пришлось пойти на крайнюю меру. На одном из участков дороги установили знак, запрещающий оставлять авто. Машины-нарушители регулярно эвакуируют. Проблема давно назревала, и на днях ее, наконец, принялись решать. В рамках выделенного финансирования администрации по программе формирования комфортной городской среды 2018-2024 были выделены денежные средства для устройства парковочных карманов, которые очень долго ждали жители этого района, поскольку проезд затруднен, дорога односторонняя. По завершению реконструкции жильцы дома приобретут 55 новых парковочных мест, тем самым разгрузив важную дорожную артерию. Сейчас рабочие уже кладут асфальт. Осталось только нанести разметку и установить знаки. На все специалисты дают максимум три дня. Это разгрузит дорогу, и движение, мы надеемся, будет не такое затрудненное. Но самое главное, мы думаем, что в зимний период, когда будет заснеженность большая, будет место, где поставить этот автомобиль. Ну а еще для этого ДЭС, управляющая компания номер 6, должна все-таки чаще и лучше убирать эти парковочные места. На данном участке есть особенность. Вдоль газона проходит теплотрасса, но рабочие об этом позаботились. Территорию, где люки, они не затронули. Сама труба находится в кожухе, поэтому новый асфальт ей не навредил. Реконструкция затронула и проезжую часть недалеко от этого двора, на проектируемом проезде, который ведет к рынку. Здесь тоже расширили дорогу, организовав парковочные карманы. Теперь транспорт может беспрепятственно двигаться в обе стороны. Масштабная реконструкция коснулась и других улиц в 6 микрорайоне. На улице Завидной также было организовано парковочное пространство от дома до дома 19, от дома 9. Порядка где-то 58 машин и мест. На 2021 год, в связи с большим количеством обращений жителей, мы планируем, уже включили в предварительный план комплексного благоустройства, две дворовые территории по Ольховой 9-11 и Березовая 3-5 и Ольховой 4, где планируем установку интересных детских игровых площадок. Всего в этом году на территории Ленинского городского округа будет создано порядка 300 новых машиномест. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская, Видное ТВ. ДТП часто происходит в темное время суток. Вечером, особенно в осенне-зимний период, водителю сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на проезжую часть. Ситуацию усугубляют погодные условия, верхняя одежда пешеходов темного цвета и отсутствие световозвращающих элементов. В целях реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в Московской области с 21 сентября по 29 ноября проходит социальный раунд «Засветись». В рамках акции инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения посетили детский спортивный клуб «Орленок». Тренировки у юных спортсменов заканчиваются вечером. Возвращаться домой приходится по темным улицам. Сотрудники госавтоинспекции напомнили ребятам основные правила поведения на проезжей части. Посмотреть по сторонам. Сначала мы налево посмотрели, убедились, что у нас транспорт остановился. Направо посмотрели, убедились, что транспорт остановился. И еще раз налево. Чтобы уже точно быть уверенным, что водитель вас видит и пропускает. Только после этого мы с вами переходим дорогу. Где мы переходим дорогу? Напомните мне, пожалуйста. Только по пешеходным переходам. Также инспекторы рассказали о важности наличия на одежде свето-возвращающих элементов, которые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю увидеть пешехода в темноте. Этот браслет, он достаточно хорошо держится на верхней одежде. Он, ребят, не слетает, можно бегать, можно прыгать, да? Но только не на дороге. И его очень хорошо видят водители. Особенно если что-то стемнело, тускло, лампы еще не загорелись, но вот отражающие света. Совершенно верно. На расстоянии 200-250 метров вас водитель заметит. Во время профилактической беседы ребята узнали, что разновидностей фликеров очень много. Маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, куртке или обуви. В заключении мероприятия юные дзюдоисты поучаствовали во флешмобе и составили слово засветить из браслетов светоотражателей. С 7 по 11 октября в Сергиевом Посаде проходил 24-й открытый фестиваль телекомпании Подмосковья «Братина». Несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию во всем мире, когда до последнего момента было неизвестно, состоится ли фестиваль, он состоялся. Телекомпания «Видное ТВ» – постоянный участник этого телемарафона и на этот раз приняла в нем участие. Закрытие «Братины» Татьяна Прылова. Несколько десятков творческих коллективов, в том числе и из-за рубежа – Китая, Индия, Швеция – отправили на фестиваль «Братина-2020» свои проекты в различных номинациях. На этот раз всего 111 работ. Это немного, что объясняется в том числе нынешней ситуацией в стране и мире. Я в этом году думала, ехать не ехать, ехать не ехать. Позвонила, думаю, спрошу все-таки. Ну вот, я здесь. И здесь помогаю, чем могу. Обеспечиваем съемочный процесс, помогаем тонусу. Потому что тонус весь вообще в мыле носится. Телекомпания Сергеев-Пасадского телевидения, организаторы, принимающие сторона. И, конечно же, они от помощи не отказались. Постараемся. Финансовые трудности и организаторов, и самих участников также сыграли немаловажную роль. Телекомпаний, приехавших в Сергеев-Пасад, было значительно меньше. Так, в конкурсе «Репортаж с колес», который считается основным и любимым, он проводится уже во время самого фестиваля, приняли участие всего семь творческих групп. Впервые за последние годы участники не самостоятельно искали темы для репортажей, а получали творческие задания. Это был типа квест. Но было интересно всем. Некоторые телекомпании говорили, действительно, это здорово, это необычно, это неожиданно. Ну, пускай будет. Почему бы и нет? Наша съемочная бригада также приняла участие в конкурсе «Репортаж с колес». Заданием было рассказать о набережной Левонапрудной улицы. Около года назад в Сергеевом Посаде на Левонапрудной улице появилась новая прогулочная зона. Местные жители сразу дали ей емкие названия «Дива Загогулина» или «Лестница в никуда». Стоимость также впечатлила многих – 53 миллиона рублей. Отправляясь на редакционное задание на Левонапрудную улицу, мы, естественно, проштудировали интернет и, откровенно говоря, были настроены на скандал. Но, поговорив с местными жителями, мы услышали совершенно полярные мнения. Мне очень нравилось, как было раньше. То есть, все было прекрасно. Я не знаю, зачем нам сделали снова эту лестницу, если и так всех все устраивало. Ну, он не портит интерьер, точно. Еще бы качели сюда повесили, которые раньше были, а так все красиво. По-моему, да, какой-то колорит такой создает, интересный тоже для игры. Посмотреть можно с вершины зайти на местность, на округ. Мне кажется, немножко громоздко. Считаю, бесполезная она. За такие деньги можно было канатку сделать. Какую канатку? А вот через пруд. Я как бы воспринимаю, как житель, скажем так, с историей. Довольно-таки вот этот келарский пруд, он был, ну, более такой, скажем так, органичный. Сейчас я немножко воспринимаю вот это вот сооружение неродное. Побывав в столь интересном месте, мы не могли отказать себе в удовольствие посетить музей игрушек. Но нас ожидало разочарование. Лестница, как оказалось, привела в никуда. И все-таки мы попали в музей игрушки. И среди прочих экспонатов увидели вот этот городок. Забава явно дорогая. Но дети, которые играли в нее, давно уже выросли. И сегодня в их руках другие игрушки, за которые платят граждане Российской Федерации. Татьяна Брылова, Константин Брылов. Телеканал «Видное ТВ». Специально для фестиваля «Братино». Оценку нашему репортажу дал Сергей Бондарев, модератор конкурса. Мастерство не пропьешь. Можете ставить, не ставить, это дело хозяйское. Никто здесь не смог вот так плотно смонтировать. Горожан очень динамичны. Чувствуется рука, да, и как нарезано, и как задавались вопросы, и прочее, и прочее. Естественно, острота. На закрытии фестиваля были подведены итоги большого телемарафона. И по традиции первыми наградили победителей конкурса «Репортаж с колес». Ими стали наши соседи-журналисты из Домодедова. Спасибо огромное, братино. Спасибо, что не поддались страхам, да, и провели, и позволили нам встретиться, и вновь прожить эту маленькую, большую жизнь. Награды разбирали, как горячие пирожки, а каждое вручение сопровождалось бурными овациями. И вот финал. Традиционно чаша братины, обладатели гран-при, а ими стали серпуховчане, наполнилась шампанским. Правда, на этот раз по понятным причинам не было возможности пить, передавая братину из рук в руки. Каждому наливали в отдельный бокал. Но главное – те эмоции, которые овладевают участниками праздника в эти минуты. Друзья, за Братину! Ура! Ура! Ровно через год вестиваль Братина отметит четверть вековой юбилей. Его организаторы уверены – ничто не сможет помешать старым друзьям встретиться вновь. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ из Сергиева Посада. В Видном состоялся 13-й международный турнир памяти Александра Цыганкова среди ветеранов. Футболисту «Металлурга» в этом году должно было исполниться 70 лет. В любой команде – юношеской или ветеранской – Александр Павлович был безоговорочным лидером. Турнир памяти видновского спортсмена Александра Цыганкова проводится в 13-й раз. В этом году по-особенному – в день рождения футболиста. Наблюдают за игрой бывшие спортсмены «Металлурга» и игроки ветеранской команды «Союз». Они знали Александра Павловича как друга и капитана, а сегодня не пропускают ни одного турнира. Все так же приходят, кто живы остались. Все, в общем-то, ветеранов приятно видеть. Ну так, если не встречаемся за год, то здесь обязательно происходит встреча. Турнир традиционно проводится в октябре. В этом году в нем участвуют шесть команд. Две группы по три и прямые стыки. На данный момент в группе А у нас играют «Союз-50», «Металлург» видное и команда «Динамо-27», «Фелегровская служба России». А в группе Б – «Старая площадь», «Босния» наши гости и администрация «Гороскопа Соленвидное». Игры проходят в дружеской атмосфере, а после матча проигравшие довольно не меньше победителей. Ведь хорошая игра здесь важнее. Люди, которые сюда приезжают, они приезжают не только отдохнуть и получить удовольствие, но еще поиграть в футбол и посоперничать со своими коллегами. Игра достаточно серьезная, напряженная, все борются, никто не филонит. Соперники очень сильные команды, потому что здесь есть такие мастера, которые поиграли и в российской премьер-лиге. Это Дмитрий Хлестов, многократный чемпион России в составе московского «Спартака», за сборную России играл, ряд других футболистов, то есть известных. Турнир памяти Александра Цыганкова уже давно приобрел статус международных соревнований. В нем принимали участие команды из Словении, Черногории и Сербии. В этом году приехала команда боснийцев. Наша команда, как вам сказать, мы уже люди такие возрастные, но любим футбол. Там и приехали, мы играем. Многократно побеждавший в турнире памяти «Союз-50» вышел в финал и в этом году. Группа у нас была тяжелая, да, мы там затратили много сил, но постарались обыграть, потому что здесь с первого места команды в группе сразу выходит в финал. Мы знали об этом и приложили все усилия. Команда хорошая в финале с нами играла, но один голос и штраф новый решил все вопросы. И вот под звуки фанфар спортсмены выстроились на кромке поля. Поздравил их глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Слава, благодарность ветеранам, которые своей увлеченностью футболом и верностью игре они подают замечательный пример тем, кто идет за ними, о своей физической форме и их уровне мастерства забирают в хорошем смысле слова планку на такой уровень, который тоже хочется соответствовать. Лучшие игроки команд получили памятные призы. Отдельные участники, организаторы соревнований были отмечены благодарностью за развитие спорта в муниципалитете от Федерации футбола Московской области. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова